Мы начинаем церемонию закрытия 15-го юбилейного международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Закрытие 15-го кинофестиваля «Меридианы Тихого» вернулось в океан. Как отметил руководитель Ифим Звенятский, для фестиваля это куда более привычная и родная площадка. Именно здесь полтора десятка лет назад развернулась первая звездная дорожка. За много лет организаторы успели поэкспериментировать, переносили церемонии на Приморскую сцену Мариинского театра и на Русский остров, но все равно вернулись к традициям. Вы бы меня спросили, там фильм, ты волнуешься? Я бы сказал, да нет, я не волнуюсь. Мне кажется, что чувство трепета по отношению к этому, оно прошло. Сегодня это устоявшееся чувство, которое измеряется количеством людей, которые приходят в зрительный зал на кинофильмы. Количеством, знаете, аплодисментов, которые звучат не только в стенах театра, как это положено, но и вдруг в кинозалах. Поразил фестиваль и количеством гостей. Участники съезжались со всех уголков мира, от Мексики до Австралии. Из российских звезд кино на закрытие приехали Илья Хиджакова, Андрей Чадов, Денис Никифоров, Александр Носик, Наталья Бочкарева. А вот из иностранных больше всего удивило гостя из Берлина. Первые гости уже появились на звездной дорожке в закрытие 15-го юбилейного кинофестиваля «Меридианы Тихова». Но главным сюрпризом стал приезд Настасии Кински, известной актрисы из Германии. Уже 16 сентября она представит свой фильм «Возлюбленный Мари» и проведет творческую встречу со зрителями. Я впервые во Владивостоке, и это прекрасно. Уже завтра представлю фильм. Он, конечно же, о любви. И, надеюсь, вам понравится. Президент фестиваля этого года актер Сергей Жигунов отметил, во Владивостоке есть все условия, чтобы «Меридианы Тихова» жили и развивались. Выделил фильмы из конкурсной программы, ретроспективу Андрея Кончаловского и экспериментальное авторское кино. Я не смог никуда практически сходить. Я вам больше скажу. Меня даже не пустили на «Матильду», сказав, что не будет билетов. Потому что вначале все отменяли в связи с угрозами разного рода. Передо мной долго извинялись. Я сказал, ну ладно, вернулся. Матильда была. Я в таком состоянии. Меня не поймут в Москве. Многих участников фестиваль по-настоящему приятно удивил. Развеял стереотип о том, что на региональных фестивалях не происходит ничего интересного. «Меридианы Тихова» просвещают и доказывают. Границы между странами и народами выстраивают внешние, сиюминутные обстоятельства, а не культура и люди. Но Владивосток меня просто поразил, потому что это серьезный фестиваль международного уровня. Абсолютно очень серьезный, очень мощный. Когда я увидел программу, уже опубликованную, я у себя в фейсбуке написал. Мне кажется, я там лопнул. Я, к счастью, не лопнул, но я ходил на наш Netpack Competition, ходил на огромное количество конкурсных показов, вне конкурсных ретроспектив. Это невероятно мощная программа. И я жалею, что я многого не успел, если честно. Мы прекрасно провели время и посмотрели очень захватывающие фильмы. Это действительно смелая и более или менее авангардная программа для фильмов, которые, очевидно, ориентированы на массового зрителя. После просмотра мы много думали, и дискуссия о выборе фильма вышла просто потрясающей. Жюри «Фипреси» признали лучшими фильмы «Король» и «Один килограмм». Члены состава Netpack выбрали фавориты российскую картину «Близкие». А вот главные награды основного жюри «Гран-при» получили полнометражный фильм «Теснота» Кантемира Балагова и австралийский «Короткий метр Шалава» режиссера Люси Шродер. Спасибо большое, фестивали, за приглашение. Сценаристов редко приглашают. Большая удача быть здесь. Самое страшное — внутренняя теснота, когда ты не можешь выйти за рамки своего собственного мира, боясь узнать мир другого, отличного от тебя человека. Это рождает фобии, дискриминацию и распускает руки. Тебя могут не пустить в хлебный магазин или барбершоп, убить, потому что одет не по понятиям, травить в школе, потому что ты толстая или родилась другим цветом кожи. И много чего еще могут. На нас, люди от культуры, те, кто делает кино, отчасти лежит ответственность за то состояние, в котором оказалась наша культура и наше общество сегодня. Закрытие фестиваля неожиданно вышло за рамки разговоров об искусстве. Сцена превратилась в настоящую политическую площадку. Самым ярким выступлением стала эмоциональная речь актрисы Лии Ахиджаковой. Ее волновал арест Кирилла Серебренникова. Ахиджакова призывала всех коллег по киноцеху встать на защиту художественного руководителя Гоголь-центра. Настаивала, что деньги у Минкульта он не воровал. Я очень тронута, почти ничего не помню. Сейчас надо что-то сказать, очень такое завершающее, красивое. Но я останусь верна себе. Простите меня, мои дорогие. Я про Кирилла. Угроза ему страшенная, тюрьма. Вот с этим я хочу обратиться к вам, товарищи мои, коллеги мои и мое братство. Весь мир сейчас пишет в защиту Кирилла. Актеры Германии, актеры Англии, наши артисты, ведущие наши лидеры. С заявлением выступила и член международного жюри NetPak Ратна Сарумпает из Индонезии. Говорила о том, как важно донести до людей всего мира, что нельзя убивать друг друга из-за религиозных и любых других различий. А вот профессор и постоянный гость Рок Бриннер высказался о политической ситуации в США. Хочу начать с повторения слов Ратны. Пожалуйста, молитесь и за мою страну. Мы живем в кошмаре по имени Трамп. Накал атмосферы постарались снизить песнями и стихотворениями. Как признаются организаторы, за проделанную работу берет гордость. Если хотя бы несколько человек за время меридианов Тихого нашли для себя свое кино, расширили кругозоры и посмотрели на мир кино с другой стороны, значит 15 лет работы прошли не зря. Ольга Продан, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.